так ну добрый день у нас третья лекция кстати сегодня у нас еще студенты из перми по идее должны быть им привет если они подключились к нам вот наконец-то курс стал межкампусным ну ладно значит да вот говорят что тут круто круто приветствую мы продолжим сегодня говорить про линейную регрессию давайте я даже это напишу своим кривым почерком прошлый раз мы с вами обсудили как в линейной регрессии точнее даже не в линейной а просто как в сдаче регрессии измерять ошибку обсудили много разных метрик мы съем а е р квадрат на соль и так далее мы поговорили про обучение мы записали в матричном виде задачу обучение линейной регрессии обсудили что в принципе если там у вас матрица объекты признаки полного ранга то вы можете посчитать там аккуратно градиент и выписать явном виде решения для вектора весов но сказали что это в принципе такое себе решение потому что там нужно матрицу обращать ну или там систему уравнений решать это очень трудоемко нужно как-то по-другому будет делать сегодня мы обсудим как и и еще в конце я вам рассказал про переобучение собственно ситуация когда модель запоминает обучающую выборку и не умеет обобщать это на новые данные ну а численно это означает что ошибка на тестовой выборке какой-то хуже больше чем ошибка на обучающей выборке ну и вот я вам такой пример нарисовал тогда что вот значит допустим у меня конте выборка там хитрая и вот если я подгоню под нее линейную модель в которую добавлю полиномиальные признаки ну типа степени там x x квадрат x куб и так далее то получится вот что-то ну тут у меня не совсем оно через точки проходит на самом деле должно проходить через все точки вот что-то такое получится и это будет ну не очень хорошо это очевидно не та модель которую мы хотим мы обсудили что для этого можно чтобы поймать переобучение можно измерить давайте напишу это значит оценивание обобщающей способности ну общающая способность понятно это значит то насколько модель в состоянии на новых объектах давать нормальное качество вот мы обсудили что есть вариант с отложенной выборкой ну я не успел сказать давайте сейчас дорасскажу хотя мы это на семинарах тоже обсудили уже немного так подробно есть вариант с кросс-валидацией идея в следующем вот у меня есть значит моя обучающая выборка ну типа полный набор объектов для которых я знаю правильные ответы я эту выборку бью на некоторое количество блоков ну вот в моем случае на 4 обозначим через k число блоков по-английски это называют fold k-fold cross-validation дальше давайте я обозначу через значит x давайте число блоков я буду обозначать k большим через x с индексом k маленьким я буду обозначать катый блок а через x x большое с ну вот таким давайте типа не к буду обозначать все блоки кроме катого а вот значит и оценка кросс-валидации тогда считается вот как это 1 делить на k большое сумма по всем блокам сейчас я напишу формулу ну и по ходу дела объясню что происходит вообще значит и считаю мой функционал ошибки на модели а которая обучена на давайте вот запишу типа она зависит от объекта и обучена на всех блоках кроме катого и качество этой модели я считаю на катом блоке то есть по сути дела что здесь у меня происходит давайте вот у тебя прокомментирую значит эта модель типа обучена на x к x без к то есть что я делаю я говорю вот сначала у меня первый блок вот этот выступает в качестве теста я обучаю модель на всех блоках кроме него и проверяю качество на первом это первое слагаемое в моей сумме дальше я второй блок называю тестовым обучаю на всех кроме него считаю на нем ошибку и потом получаю выходит к показатели качества к значение ошибки и их усредняю получаю итоговую основку кросс валидации чем это лучше ну вот смотрите что у нас там на семинаре-то было последним какой датасет мы разбирали про дома вот значит вот разбирали пример про стоимость домов если помните в этом датасете была такая проблема там были выбросы дома с очень большим значением в сумме от одного дака да все верно значит дака большого это важно значит там выборки были дома с очень большим значением стоимости их там немного штук пять или десять и вот если мы делаем просто отложенную выборку то есть я разбиваю мою обучающую выборку на две части на трейн и тест то может получиться что например все выбросы попадут только в тест или только в обучение и если например они попадут только в обучение то у меня модель получится ну хуже чем если бы их там не было если попадут в тест на тесте получится качество какое-то ужасное и я не узнаю что бывает если эти объекты ну по-другому как-то распределяться между обучением и тестом а если я делаю кросс валидацию то у меня гарантируется что хотя бы в одном из этих слагаемых вот здесь у меня объект побывает и в обучении и в тесте вот то есть как бы тут я более такую честную оценку считаю я рассматриваю больше случаев как разбить на обучение и тест вот задают очень правильный вопрос данил спрашивает сейчас отвечу какая при кросс валидации будет итоговая модель тут есть два варианта первый вариант итоговую модель обучить на всех данных то есть я кросс валидации воспользовался чтобы посмотреть как вообще модель ведет себя на тесте убедился что модель нормальная потом беру и обучаю ее на всей выборке ну это как бы плюс одна процедура обучения зависит от того насколько я могу себе это позволить второй вариант вот у меня получилось тут к моделей и давайте я просто их усредню ну понятно да в процессе кросс валидации я построил к большой моделей каждая обучена без одного блока и вот давайте я просто если у меня значит регрессии я буду строить прогноз всеми к моделями и усреднять прогноз если у меня задача классификации ну там каждая модель какой-то класс выдает я буду брать самый популярный класс нет-нет Игорь усреднять не веса усреднять прогнозы то есть вот итоговая модель давайте ее обозначить там не знаю c от x это будет просто один делить на k сумма по к маленькому от 1 до k большого а от x x без k вот мы ну как бы это может казаться сейчас странным мы с вами дойдем в какой-то момент лекции так на восьмой до композиции моделей там мы подробно обсудим что усреднять модели там устраивать голосование по большинству это очень хорошая идея хуже от этого точно не станет так тут вопросы еще под подъехали значит Михаил говорит что можно обучить модель на предсказаниях k модели это правда но тогда вам эту модель нужно учить очень аккуратно чтобы грубо говоря это вот мета модель не училась там же где учились базовые модели это называется стекингом мы тоже про это поговорим но во втором модуле можно ли вычислить модель при которой кросс валидация будет давать наименьшую ошибку а в каком смысле вычислить типа можно ли как-то аналитически продифференцировать оценку кросс валидации вы имеете в виду ну это что-то не очень понятно как сделать ну типа я конечно могу записать для конкретного разбиения эту формулу не это будет что-то очень сложное это какая-то дико сложная формула получится возможно это получится проделать но не очень понятно зачем проще перебрать но я еще подумаю про это хороший вопрос что если разброс оценок большой по фолдам ну очень плохо это признак того что модель крайне неустойчивая что она очень чувствительна к выборке собственно да это тоже правильное замечание давайте скажу вот еще кросс валидация хороша тем что у вас получается к оценок по разным фолдам вы можете их дисперсию посчитать если дисперсия очень большая это значит что реально модель сильно шатает выборка чуть-чуть меняется вы один блок заменяете в ней модель радикально меняется по качеству это очень плохой знак значит что-то что-то надо или модель поустойчивую выбрать или что-нибудь такое вот вот георгий правильный вопрос задает только лучше всем задавать его что если у меня 100 объектов я делю на 10 блоков ну как раз таки наоборот если у меня блоков много то у меня обучающая выборка побольше тестовая поменьше гораздо хуже если например у меня ну скажем 100 объектов и я делаю кросс валидацию по двум блокам тогда я типа говорю что у меня было 100 объектов но теперь у меня обучающая выборка 50 объектов потому что блоки же пополам делят и я получается обучение в два раза срезал и есть шансы что на 50 объектах модель не обучится поэтому тут вот правило для выбора k числа блоков такое что типа чем меньше у вас данных тем больше должно быть k есть вообще как бы такой вот предельный вариант называется leave one out это когда я беру k число блоков равное числу объектов вот это считается там очень хорошая оценка потому что в ней у меня обучающая выборка ничего так да в leave one out разброс будет большой но как бы неважно разброс имеет смысл считать если вы по каким-то нормального размера блоком делаете кросс валидацию в leave one out вы это оценить не сможете но зато в нем у вас обучающая выборка при обучении каждой модели максимально близка по размеру к исходной и поэтому получаете как бы оценку качества максимально приближенную к тому размеру выборки с которым будете работать вот но leave one out это долго вам нужно обучить L1 модель если вы какую-нибудь там нейросеть обучаете которая обучается сутки ну короче тяжело будет ну вот значит это что касается оценки обучающей способности теперь давайте обсудим что делать если у вас качество получилось плохое вот например вы провели кросс валидацию и видите что у вас модель на кросс валидации показывает ужасное качество она работает плохо она переобучается нужно что-то с ней делать ну давайте обсудим что про борьбу с переобучением есть такая красивая история вот значит смотрите смотрите когда мы обучаем модель и получается что-нибудь вот такое вот как на этой картинке нарисовано можно посмотреть на веса этой модели давайте вот тут я нарисую вот это вот пример один будет вот в примере один если посмотреть на веса которые получаются в этой модели они огромные очень большие ну типа там не знаю там 10 в 6 10 в 7 и так далее ну а может быть с минусом но по модулю они гигантские и вот это как бы этому нет каких-то прям строгих обоснований в произвольном случае но это эмпирическое наблюдение скорее если линейная модель переобучилась почти наверняка у нее будут очень большие по модулю веса ну и тут возникает идея достойная современного состояния медицины давайте как бы если мы знаем симптом у болезни и не знаем как лечить болезнь давайте хотя бы симптом лечить в принципе идея действенная если вы простудой болели то знаете что там как бы лечения нет ну то есть вот вот реально доказательная медицина сообщает нам что неважно вы там будете не знаю горло промывать или не будете если болеете простудой вы выздоровеете за время одно и то же вот и от простуды нет лекарства и от гриппа нет лекарства есть просто какие-то симптоматические лечения там таблетку выпить температуру сбить таблетку чтобы голова не болела и вот здесь мы будем делать ровно это же чтобы бороться с переобучением линейных моделей мы им запретим иметь большие веса это называется регуляризация запрет на большие веса как мы это будем делать значит допустим у меня есть какой-нибудь функционал ошибки ну например мс е я просто возьму и добавлю к нему вот такое слагаемое лямбда умножить на l2 норму весов в квадрате ну понятно что это работает только для линейных моделей давайте чтобы тут не было путаницы я вот прям вместо а буду писать здесь w типа я вот считаю качество для линейной модели с набором весов w эта штука называется которая вот у меня в самом конце записана регуляризованным функционалом соответственно вот это это регуляризатор в это l2 нормы а лямбда это коэффициент регуляризации вот такой вот нехитрый шаг я просто взял мой функционал и добавил в него еще одно требование требование чтобы веса были не очень большие собственно получается теперь я одновременно должен минимизировать и ошибку на обучающей выборке и норму весов хочу чтобы и то и то было не очень большим значит давайте ну в общем то вот вот и все вы можете дальше там ну мы может быть на семинарах это проделаем можете для этой задачи тоже выписать ее в векторном виде можно записать для нее аналитическое решение оно будет кстати давайте на него посмотрим ткани альфа лямбда оно выглядит точно так же ну почти точно так же как и аналитическое решение для обычной линейной регрессии ну это в случае если у меня МСЕ вот но добавляется вот такая штука да 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 это если q это МСЕ но добавляется вот такая штука к моей матрице х транспонированной х просто единичная матрица с лямбдами на диагонали ну значит господа знатоки линейные алгебры вам вопрос что это означает для матрицы х транспонированной х что в ней поменяется если я добавлю такую диагональную матрицу с точки зрения ее вырожденности она точно будет не вырожденной совершенно верно то есть как бы у этой матрицы экспонированная х она точно не отрицательно определенная то есть у нее все собственные значения больше равны нуля я к ней прибавляю вот такую единичную матрицу все собственные значения сдвигаются на лямбду если я набрал где-то сейчас скажите мне вот ну и поскольку они были не отрицательными я их увеличил на лямбду все собственные значения стали положительными значит эта матрица стала точно не вырожденной и значит точно у меня будет обратная то есть смотрите это первая плюшка от того что мы с вами придумали у меня теперь гарантированно можно посчитать аналитическое решение для задачи минимизации дальше вот в чате пишут собственно совершенно правильно вот про регуляризацию есть важное замечание в регуляризатор не должен входить свободный коэффициент вот это очень важно потому что ну как бы если вы вообще все веса на все веса наложите в это ограничение что они должны быть не очень большими ну они будут не очень большими а что если у вас целевая переменная имеет порядок там миллионов или там миллиардов если у вас все веса небольшие то ваша линейная модель в принципе не сможет выдать такой порядок прогноза поэтому хоть что-то в линейной модели хоть одно слагаемое должно иметь возможность задать правильный порядок ну и пусть это будет W0 не сможет быть одного порядка с целевой переменной вот это очень важно W0 нельзя регуляризовать Игорь спрашивает почему квадрат нормы ну хороший вопрос мы это обсудим в какой-то момент ну наверное самый простой ответ ну потому что что у нас тут МСЕ это квадрат отклонения давайте регуляризатор будет квадратом нормы как-то нет можно как бы какую-нибудь L3 или L5 норму но это ну не очень хорошо на самом деле мы попозже обсудим почему это не очень хорошо может быть на следующей лекции не знаю дойдем мы сегодня до этого или нет давайте еще объясню пару моментов почему большие веса это плохо вот представьте что у меня есть какая-то модель ну скажем для предсказания стоимости квартиры и она у меня получается какая-нибудь вида там не знаю там свободный коэффициент 10 в 6 плюс там 3 на 10 в 7 умножить на площадь там допустим не знаю минус там 5 на 10 в 6 умножить на расстояние до метро ну и так далее вот допустим такая модель у меня получилась очевидно переобученная в ней большие веса чем это плохо ну помимо того что она переобученная вот смотрите давайте возьмем вот это слагаемое допустим у меня площадь меняется на какую-нибудь там дельту не знаю меняется на одну тысячную квадратного метра ну то есть на копейки это там в пределах численной погрешности ну хорошо ладно не в пределах численной погрешности но не очень короче так делать тогда площадь меняется всего на одну тысячную а прогноз поменяется на сколько на 3 умножить на 10 в 4 то есть на 30 тысяч типа я поменял на какую-то копейку значение признака и это очевидно не должно влиять на прогноз а прогноз меняется на очень большое число что это значит ну это значит что по сути модель просто неадекватная поэтому регуляризация ну в общем то накладывает такое разумное ограничение на модели она требует чтобы модель была не очень чувствительна к небольшим изменениям признаков это вот еще одно объяснение почему регуляризацию стоит использовать спрашивают есть ли теоретическое обоснование почему регуляризация помогает они есть для очень частных случаев то есть если вы введете кучу ограничений на обучающую выборку и на то как у вас тестовая выборка генерируется то вы можете показать что добавление регуляризации дает вам более качественную оценку в общем случае это никак не доказать поэтому считаете что это просто костыль который мы забиваем в нашу модель и который удивительно но всегда работает хорошо что опять же мало отличается современной медицины есть много лекарств которые прекрасно работают но фармацевты до сих пор не понимают почему здесь какая-то похожая ситуация спрашивают почему регуляризация будет делать веса меньше ну смотрите вот у меня был функционал какой-то mse например вот такой я его минимизировал у меня получались какие-то веса теперь я модифицирую функционал и у него есть еще слагаемое вот это вот лямбда на норму w которая это слагаемое тем больше чем больше веса по норме соответственно теперь мне будет выгодно допустим разменивать как-то качество на обучающей выборке ошибку на обучающей выборке на норму весов когда я добавляю регулилизатор веса станут меньше качество похуже на обучение но вот как бы такой размен не знаю ответил на ваш вопрос дальше правильный вопрос как выбирать лямбду значит вопрос нетривиальный ну первое что может прийти в голову это по обучающей выборке выбираем лямбду при которой качество нашей модели на обучающей выборке точнее ошибка нашей модели на обучающей выборке минимальна почему это плохая идея как думаете ну потому что смотрите если я выбираю лямбду не нулевой то у меня добавляется дополнительное требование сделать веса меньше за счет чего я буду делать веса меньше за счет того что я буду увеличивать ошибку на обучающей выборке то есть типа когда я решал вот эту задачу задачу ладно это я сейчас зря конечно когда я решал задачу минимизации вот этой штуки я уже получил модель оптимальную на обучающей выборке очевидно что когда я буду решать вот эту задачу у меня получится веса при которых ошибка на обучении больше потому что вот тут был минимум без регулилизатора с регулилизатором решение будет другим и там не может быть ошибка еще меньше на обучении она будет больше поэтому с точки зрения ошибки на обучающей выборке мне оптимально брать лямбду равную нулю плохо мне оптимально брать лямбду равную нулю вот такие параметры которые нельзя подбирать по обучающей выборке потому что типа они вводятся в модель чтобы оптимизировать качество на новых данных называются гипер параметрами это параметры которые нельзя обучать нельзя подбирать по обучающей выборке и которые вводятся для улучшения качества на новых данных и вот собственно коэффициент регуляризации лямбда это такой типичный гипер параметр ну их нужно подбирать по отложенной выборке или кросс валидации по кросс валидации или по отложенной выборке да, лямбда больше или равна нуля да, совершенно верно здесь я это не написал просто если вы сделаете лямбду меньше нуля то получается вы наоборот будете хотеть чтобы у вас веса были побольше это очень странное требование что такое отложенная выборка ну вот типа я беру все данные которые у меня есть и разбиваю на две части на этой части я обучаюсь а на этой тестируюсь и вот типа вот эта вот часть называется отложенная выборка я как бы ее отложил вот вот если кратко то так при этом регуляризаторы могут быть разные регуляризация не обязательно через l2 норму например есть вариант l1 регуляризации когда я беру мой функционал и добавляю к нему l1 норму весов если вдруг кто забыл что это такое вот казалось бы ну какая разница что там l2 норма требует чтобы веса были поменьше что l1 норма требует чтобы веса были поменьше ну вот у l1 нормы оказывается есть такое интересное свойство если вы используете именно l1 регуляризатор то у вас часть весов будет строго зануляться с l2 нормой с l2 регуляризатором этого не будет у вас могут быть веса маленькие но не нулевые с l1 у вас будут прям нулевые причем чем больше лямбда тем больше будет нулевых весов почему это так мы обсудим или сегодня в конце лекции или в следующий раз и собственно там же мы поймем там чем плохи l3 l4 l5 регуляризаторы вот пока просто вот сообщаю такой забавный факт что вот казалось бы там вместо квадрата сделали модуль а вот свойства меняются вот тут сообщают что у меня лямбда похожа на пи ну давайте я потренируюсь вот лямбда вот я вот так а пи все-таки я обычно вот так пишу то есть вот у меня вот вот меня выдает что вот тут промежуток между палками и верхней должен быть между вертикальными палками и рациональной палкой есть промежуток ну да пи мы же не математикой занимаемся правильно что там какие-то окружности длина окружности с радиусом связывает где вы окружности в реальных данных найдете ну да ладно идем дальше значит вроде бы я про регуляризацию более-менее все упомянул а ну кстати нет еще один момент хотел сказать про то почему регуляризация важна значит вот еще одна проблема связанная с тем что бывает с линейными моделями значит вот представьте что у меня есть линейно зависимые признаки ну вспомним немножко что что в формуле после лямбды ну да да две вертикальные черты то есть вот вот эта штука как бы у меня же как норма вектора обозначается вот так вот вот извините я плохо рисую эти палки вот но подразумевается вот такая штука норма w или один норма сумма модулей так значит да под x понимается матрица объекты признаки вот у меня в матрице объекты признаки для обучающей выборки допустим есть линейно зависимые признаки что это означает это означает что я могу подобрать такой вектор в что для любого x из моей обучающей выборки выполнена вот такая штука ну это определение линейной зависимости у меня существуют такие веса что я с ними суммирую элементы вектора получается 0 и это выполнено для всех объектов обучающей выборки давайте разберемся почему это очень плохо значит представьте что мы решили нашу задачу оптимизации и нашли лучший вектор весов w со звездой лучшие с точки зрения mse веса давайте теперь я немножко модифицирую эти веса добавлю к ним некий вектор альфа умножить на v и вот такое скалярное произведение давайте изучим ну скалярное произведение по первому аргументу линейно поэтому можно вот так записать вот скалярное произведение v на x равно 0 просто вот по определению которое выше записано значит это скалярное произведение равно просто w со звездой на x то есть что у меня здесь получилось у меня получилось что если я возьму линейную модель вот с таким набором весов ее прогнозы будут ровно такими же как у линейной модели с набором весов w со звездой понимаете да это означает что эти две модели поскольку у них прогнозы на обучающей выборке одинаковые значит у них одинаковое то есть у моей задачи оптимизации решение не единственное решений много я не знаю не единственное пишется слитно или раздельно чтобы не позориться переформулирую более того обратите внимание что если я возьму вот это вот w со звездой плюс альфа в которое тоже решение и устремлю здесь альфа к бесконечности я смогу и по мере стремления альфа к бесконечности я буду получать решение в котором веса все больше и больше но это все еще решение то есть мораль если у меня есть линейная зависимость решений много среди них есть решение с очень большими весами значит есть переобученные решения что там найдется в результате решения сдачи оптимизации неизвестно поэтому вот еще один повод использовать регуляризацию даже если у вас есть линейные зависимые признаки при использовании регуляризации такой проблемы не будет потому что с точки зрения МСЕ на обучение вот эти два набора весов может быть и одинаковые но с точки зрения L2 нормы какой-то из них лучше и собственно регуляризованный МСЕ если вы будете его минимизировать выберет вам такие веса при которых ошибка нормальная но при этом они еще маленькие по модуне вот все хорошо про регуляризацию и борьбу с переобучением рассказал все что хотел если у вас есть вопросы задайте сейчас нет вопросов тогда давайте дальше значит давайте немножко вспомним тему обучения линейной регрестии кстати вот нормально фиолетовым или лучше черным как вот вам больше нравится ну хорошо значит напомню мы там с вами значит выяснили что для МСЕ мы можем записать аналитические решения оно вот так выглядит ну и типа с одной стороны оно конечно классное потому что вот берите формулу считайте с другой по нему считать очень тяжело потому что ну вот тут матрицу надо обращать это довольно трудоемкая операция мы обсуждали что это типа куб от числа признаков ну с константой какой-то вот и это долго даже если у вас тысяча признаков это будет очень долго более того проделать вот эту операцию поиска аналитического решения можно только для МСЕ если у вас какой-то более сложный функционал возможно уже не получится найти аналитическое решение поэтому нам нужен какой-то общий фреймворк для обучения линейных моделей да и в принципе любых дифференцируемых моделей и вот сейчас мы его будем выводить вот фархад спрашивает как эскалерно считает слушайте вот я значит в какой-то момент по-моему там было условие типа если признаков мало то по этой формуле если признаков много то вот так как мы сейчас будем разбираться что сейчас я не знаю если признаков мало это конечно лучше я по формуле считал потому что это будет быстро и будет ну точное решение но опять же если признаков мало и матрица невырожденная ты плохо сказал она же прямоугольная она полного ранга если матрица полного ранга если там нет линейных зависимостей то можно между столбцами линейных зависимостей между строчками они будут конечно окей ну мало это сколько ну сколько ну сто признаков не знаю при сотне еще нормально получится давайте выведем более нормальный фреймворк чтобы обучать модели ну и собственно этот фреймворк называется градиентным спуском а в целом подход называется градиентное обучение моделей ну что это такое давайте сначала некоторую затравочку значит вот у меня есть какая-то функция которую я хочу минимизировать ну например какая-нибудь функция вот не знаю допустим она одномерная от одного параметра повыше повыше рисовать в смысле или формулу вот значит допустим вот у меня такая функция есть ну давайте проведем некоторую вот мне нужно найти ее минимум давайте проведем некоторую аналогию вот к сожалению я тут не в аудитории не могу это показать но я так постараюсь описать красочно представьте что мне значит завязали глаза и поставили меня на склон оврага и передо мной стоит задача не знаю зачем придумайте сами или просто потому что я люблю бесполезные задачи передо мной стоит задача спуститься в самый низ этого оврага в самую нижнюю точку как можно быстрее вот я стою глаза завязаны ничего не вижу мне нужно спуститься вниз известно что я стою на склоне уже как я буду действовать ну все что у меня есть это мои как бы органы так сказать тактильные я ногой вокруг себя пощупаю где там пониже да я ж могу ногой понять вот я сейчас стою здесь вот где там вокруг меня какая высота где меньше где я опускаюсь нащупаю значит где ниже всего шагну туда ну по сути это означает что я стоял вот здесь давайте я другим цветом буду это рисовать вот я стоял вот здесь и вот я пощупал вот в эту сторону нужно идти вот я сдвигаюсь встаю сюда там я снова щупаю куда нужно идти я значит да вот тут никита говорит что правильнее всего будет покатиться кубарем но по сути то что я сейчас делаю это то же самое если я просто вот в клубочек свернусь и покачусь я как раз буду в каждый момент времени катиться туда где наклон самый сильный ну если забить на физику и забыть про инерцию и так далее то я буду катиться туда где наклон самый сильный и вот как бы здесь то же самое только я ногами нащупываю где наклон самый сильный и вот постепенно я буду вот так перемещаться двигаться ну и в итоге окажусь точке минимума То есть вот такая штука. Данила говорит тоже, что если кубарем катится, то я, может быть, перешагну, это может быть, но потом я все равно вернусь. Вот такая нехитрая аналогия и описывает, вы тут задаете много вопросов про локальные минимумы, про размер шага, это мы на все ответим, конечно. Я не закончил, я только начал. Вот, значит, вот эта нехитрая аналогия нам как раз-таки описывает то, как мы будем обучать большинство моделей в машинном обучении. Будем катить их кубарем, типа в овраг. По-научному это называется градиентный спуск. Что это такое? Значит, идея следующая. Вот, допустим, я выбрал какое-нибудь начальное приближение для моих параметров. Как-то. Например, все нули. Но все нули может быть плохо, и просто из нормального распределения нагенерил независимо координаты этого вектора W0. Или какую-нибудь эвристику придумал. Неважно. Давайте считать, что случайно, из какого-нибудь распределения сгенерировал этот вектор. Теперь я хочу, то есть это соответствует тому, что я вот встал на начальную позицию на овраге. Теперь мне нужно сместиться в ту сторону, куда функция убывает быстрее всего. Куда я покачусь кубарем, если вот дам себе волю на этом овраге. Как посчитать направление, куда функция убывает быстрее всего? Ну, это вы прекрасно знаете из математического анализа. У нас есть такая штука, как градиент функции в точке. Градиент показывает сторону наискорейшего роста, а минус градиент, антиградиент, как его называют, в сторону наискорейшего убывания. Я буду градиент обозначать вот этой буквой. Ну, давайте я для приличия спрошу, как она называется. А вы напишите в чат. Ну, давайте больше одного человека напишут. НАБЛА. Лямбда треугольная, антидельта, дельта треугольная, оператор НАБЛА. Ну, да, короче, есть. НАБЛА, НАБЛА, да. НАБЛА называется. А это, кстати, что? Это буква греческого алфавита или что? Нет. Хорошо, ладно. Рад, что вы знаете, что это не греческого алфавита. Так вот, значит, буду обозначать вот так. Градиент. По W. Вот. И, значит, как раз-таки, если я возьму минус градиент, он будет показывать сторону наискорейшего убывания. Ну, отлично, давайте этим воспользуемся. Будет у меня тогда вот такая штука. Допустим, я уже сделал к минус один шаг в градиентном спуске. Тогда на катом шаге я вот так буду пересчитывать вектор весов. Я беру то, что у меня получилось на предыдущем шаге, на к минус первом, и тупо шагаю в сторону наискорейшего убывания. Ну, причем это направление наискорейшего убывания считаю в точке W к минус один. Причем мне, наверное, захочется регулировать скорость, с которой я шагаю, поэтому я введу эту. Это длина шага. Ну, еще по-английски называют скорость обучения, learning rate. Спрашивают, как выбираем начальную точку, когда тысяча признаков. Ну, а в чем проблема сгенерировать тысячу случайных чисел? Это будет ваш набор весов. Вполне можно. Вот. Значит, вот эта штука – это шаг градиентного спуска. Ну, и еще нужно понять… Да, да, мы стартуем из любой точки, из абсолютно любой. Ну, опять же, повторюсь, что… Нет, я не повторюсь, сейчас новая информация будет. Хотя, ладно, ее рано еще говорить, потом скажу. Извините. Это – это гиперпараметр. Ну, кстати, в принципе, не совсем. Это, в некотором смысле, это обычный параметр. Его можно подбирать так, чтобы у вас итоговая ошибка на обучающей выборке была поменьше. То есть, просто если вы эту выберете плохо, у вас градиентный спуск может разойтись. Так вот, нам еще нужно определиться, если мы обсуждаем градиентный спуск. Вот, типа, мы обсудили, значит, начальное приближение, обсудили шаг, и еще одна часть спуска, когда останавливаться. Есть разные варианты. Есть вариант чисто инженерный. Останавливаемся, когда ошибка на тестовой выборке перестает расти. То есть, вы следите, значит, вот, вы посчитали дубль ВКТа, вы считаете у модели с таким набором весов ошибку на тестовой выборке. И если видите, что она по сравнению с прошлыми итерациями не меняется или еще хуже растет, вы останавливаетесь. Но, как бы, есть и другие варианты, которые в случае с ленинными моделями работают неплохо. Например, вы можете сказать, что если у вас на катом шаге вектор весов мало отличается от вектора весов на К-1 шаге, то есть, он меньше эпсилона какого-то, то вот тоже можно останавливаться. Можно останавливаться, если у вас ошибка на обучении особо не выросла, но особо не поменялась по сравнению с предыдущим шагом. Ну, и еще какие-то варианты можно придумать. То есть, по сути дела, вы должны просто вот этот второй шаг, шаг градиентного спуска повторять до сходимости. Вот тут я на Майнере нашем недавно рассказывал тоже про градиентный спуск, напоминал точнее про него. Вот, и там, значит, прям очень хорошо сказали, что, типа, вот, повторять до сходимости, это практически как жарить до готовности. Вот, значит, вот мы тут делаем ровно это, значит, функцию жарим до готовности, просто пока вот уже там перестанет что-то меняться, пока готовность не наступит. Окей, давайте на вопросы ваши отвечу. Значит, что делать, если справа маленькая ямка... Да, окей, про это сейчас расскажу. Данил говорит, быть может, перестает уменьшаться. Я оговорился, да, что-то сказал, типа, перестает увеличиваться и так далее. Да, если оговорился, извините. Можно ли пережарить, спрашивают. Ну, значит, вот давайте про это поговорим. Значит, запись до первого пункта, пожалуйста. Чем первый пункт отличается от второго? Вы имеете в виду первый пункт вот здесь, да? Ошибка на тесте перестает расти. Ну, то, что вот здесь, во втором и третьем пункте считается на обучающей выборке все. Ну, в третьем пункте на обучающей выборке, а в первом на тесте. Значит, за сколько шагов обычно сходится? Ну, это очень сильно зависит. Может, и за 10, может, и за 1000. Зависит от длины шага. Значит, давайте обсудим, собственно, вот вы много вопросов про это задаете. Блин, да, вот все, я понял, про что вы говорили. Простите, перестает уменьшаться. Так вот, давайте обсудим сходимость. Есть несколько утверждений про это. Значит, во-первых, гарантируется, что, ну, там, при выполнении определенных ненапряжных условий, которые нам не особо интересны, что градиентный спуск сойдется к точке, где градиент равен нулю. Это может быть минимум, может быть максимум, может быть седловая точка. При этом, ну, значит, к точке, где градиент равен нулю. Ну, там, примерно равен нулю. Понятно, что тут у нас все численное. Мы сойдемся к точке, где градиент примерно ноль. При этом, вот, все функционалы, которые мы будем изучать для линейной регрессии, линейной классификации, они выпуклые. И даже строго выпуклые, в принципе. И у них всего одна такая точка особая. Это глобальный минимум. Поэтому, если вы обучаете градиентным спуском линейную модель на какой-то нормальный функционал, то вы точно найдете глобальный минимум. Других вариантов у вас просто быть не может. Но, опять же, он один при условии, что у вас задача невырожденная. Что у вас там матрица полного ранга, при условии, что... Ну, вы можете сделать ее полного ранга, если регуляризацию добавите. Значит, для линейных моделей с матрицей полного ранга такая точка одна. Ну, в смысле, все линейные модели. Линейная модель одна, вы ее знаете уже. Тут, скорее, дело в функционале. И более... Ну, там все функционалы стандартные для регрессии. Там МСЕ, МАЕ. Стандартные функционалы для классификации, которые мы будем изучать. Там лог-лосс какой-нибудь. Логистическая функция потерь. Они все выпуклые, да. Поэтому для них это все будет выполнено. Вот. Так что это хорошая новость. При этом, конечно, у вас может так получиться из-за того, что данные плохие, или из-за того, что модель уже у вас такая, что там не выпуклый функционал. Тогда гарантируется, по сути дела, только сходимость к локальному минимуму. Ну, и то, как бы, можем сойти с ней к локальному минимуму, а к особой точке. К седловой точке. Что делать тогда? Значит, если решений несколько, то можно делать мультистарт. Что это означает? Вот у вас есть какая-нибудь, допустим, функция вот такая. Вы генерируете какое-нибудь начальное приближение, допустим, вот это. Из него запускаете градиентный спуск, он сходится вам в минимум. Генерируете еще одно начальное приближение, допустим, вот такое получается. Из него запускаете спуск, он вот сюда сходится. И вот так много раз там. Вот здесь вам сгенерируется рано или поздно, тоже куда-то сойдется. И выбираете потом лучший из результатов. Вот. Такая вот незатейливая идея. Вот как бы это может помочь, если вы хотите там найти глобальный минимум, но вы знаете, что у вас есть еще локальные минимумы. Еще одно замечание сделаю. Вот при, там, если, грубо говоря, брать эту длину шага не совсем большую, то вам в любом случае гарантируется сходимость к точке с градиентом равным нулю. То есть вот для этого варианта градиентного спуска эту можно особо не подбирать, просто берите поменьше ее, и все. Все будет хорошо. Вот у следующих вариантов градиентного спуска, которые мы обсудим, там с этим будут нюансы. Вот спрашивают, можно ли какие-то методы оптимизации вроде отжига использовать. Ну, это крайне неэффективно. То есть какой-нибудь там метод отжига, генетика, генетические алгоритмы, они ненаправленно ищут вам минимум. Градиентный спуск, он как бы вот идет в сторону убывания, он идет туда крайне эффективно. Есть более эффективные методы, типа там методы второго порядка, которые используют вторые производные, метод Ньютона, Рафсона, еще какие-то, но они сложные и вычислительные. А вот градиентный спуск — это такое золотое сечение. Вот. Так, вот у Ивана вопрос. Что делать, если число итераций огромное? Например, когда подбирают learning rate. Ну, есть, опять же, такая стратегия, если вы сами пишете обучение, вы можете начать с заведомо нормального, даже большого размера шага. Допустим, берете это равное единице. Дальше вы, допустим, каждые 10 или каждые 50 итераций просто уменьшаете в 10 раз длину шага. Тогда, по сути, ну, скорее всего, начальное приближение у вас будет далеко от минимума. Первые шаги вы делаете с большой длиной шага, вы так неплохо шагаете. В принципе, может быть, даже эта длина слишком большая, вы перешагиваете минимум, но не страшно, за 10 шагов далеко не уйдете. Потом вы уменьшаете в 10 раз и уже начинаете более аккуратно идти и так далее. Да-да-да, dynamic learning rate существует. Просто, как бы, я же говорю, он пригодится в следующих модификациях, но давайте, окей, чтобы не смущать, вот здесь дорисую-ка, что у меня длина шага может быть какой-то переменной. Окей, вроде бы ответил на все ваши вопросы. Есть еще какие-нибудь, что-нибудь обсудить? Вроде нет. Ну, хорошо. Ну, короче, сразу скажу, что градиентный спуск в таком виде, в котором я его записал, особо не используется. Сейчас разберемся, почему. Ну, прежде чем... Ну, да, он затратный. Ну, скажу, что, значит, можно... Есть два способа, как его улучшать. Ну, это называется gradient descent. GD буду писать. Вот, значит, есть два направления, как его улучшать. Первое – заменять градиент на его оценки. Мы сейчас разберемся, что это. Оценки градиента. Второй путь, как улучшать, это менять вид самого градиентного шага. То есть шагать не просто в сторону антиградиента, а как-то вот хитрее. Ну, давайте с этим разбираться. Значит, первое, что мы обсудим, это оценки градиента. Напомню, что функционалы, которые мы оптимизируем, имеют вот такой вид. Ну, например, да, если это MSE, то это будет что-то типа 1 делить на L, сумма по E от 1 до L, скалярное произведение W на x и t, минус y и t в квадрате. Вот что-то такое я решаю. И, в принципе, почти всегда в машинном обучении функционалы – это сумма каких-то других функционалов. То есть это вот, давайте в более общем виде запишу. Это что-то такое. Значит, если я считаю градиент этой штуки по W, то мне для этого нужно посчитать… Градиент же линейен, да? Я могу его внутрь суммы внести. Значит, я могу посчитать, мне нужно посчитать сумму L градиентов, чтобы посчитать градиент самого функционала ошибки. Это может быть очень много. Если у меня обучающая выборка состоит из миллиона объектов, то получается, чтобы посчитать один жалкий градиент, мне нужно просуммировать миллион векторов. А если у меня еще больше выборка, если там 10 миллионов, 100 миллионов объектов, то очень долго. Причем, как бы, смотрите. Вот давайте я тут некоторую визуализацию наведу. Вот, допустим, вот это – это линии уровня моей функции, которую я оптимизирую. Ну вот, ну, знаете, что такое линии уровня. Просто вид сверху на функцию, типа такая вот контурная карта. Вот, минимум находится в центре, вот здесь. Вот я хочу его найти. Вот, значит, в градиентном спуске я стартую с какой-нибудь точки, считаю антиградиент. У градиента есть такое прикольное свойство, может быть, вы его наверняка знаете. Он всегда ортогонален линии уровня. Ну, значит, вот отсюда я шагаю сюда, потом вот сюда, и вот так вот постепенно, маленькими шажками приближаюсь к минимуму. То есть, смотрите, в принципе, чтобы вот найти вот это вот жалкое направление и чуть-чуть шагнуть по нему, я буду тратить кучу операций, суммируя вот эти вот градиенты по всем отдельным слагаемым. В принципе, казалось бы, ну, можно не очень точно это направление найти. Ну, типа, окей, ну, буду я делать это как-то хуже. Ну, окей, пусть сначала я шагну сюда, потом куда-нибудь сюда, сюда. Ну, то есть, даже если я буду примерно оценивать направление, все равно есть шанс, что я рано или поздно сойдусь в точку минимума. Поэтому давайте попробуем сейчас заменять полный градиент. Вот эта штука называется полным градиентом. Давайте я буду его заменять на что-нибудь попроще. Ну, смотрите, у меня тут, значит, среднее каких-то величин. Как вы знаете из Модстата, мы вполне умеем оценивать среднее большого количества величин как-то вот меньшим количеством величин. Как? Предложите какой-нибудь вариант. Ну, да, брать не все объекты. Можно брать не все объекты. То есть, можно из этого среднего выкинуть часть слагаемых. Но давайте будем совсем радикальными и оценим это среднее одним слагаемым. Давайте по хардкору. Вот. То есть, это, ну, конечно, это очень плохая идея. То есть, грубо говоря, вот представьте, вот наши с вами, ну, представьте, что мы в одной аудитории с вами. Вот вас тут 140 человек сейчас и я. И, допустим, я хочу оценить средний возраст людей в этой аудитории. И я говорю, что окей, беру случайного человека, спрашиваю его возраст и говорю, что это и есть средний возраст. В принципе, если я возьму по рандому кого-то из вас, то нормально. Вы примерно одного возраста. Но если я возьму по рандому себя, то моя оценка будет немножечко не очень хорошей. Вот. Но, тем не менее, давайте попробуем так. Значит, этот метод называется стокастическим градиентным спуском. Ну, сокращенно SGD, стокастик градиент-десент. И в нем я просто оцениваю градиент моего функционала градиентом случайной функции из этого среднего. Ну, соответственно, у меня шаг будет выглядеть вот как. Вот. Ну, где икатая, это случайный номер объекта. Вот, значит, да, получается, что... Вот, Никита совершенно правильно в чат пишет. Получается, что на одном шаге градиентного спуска я минимизирую ошибку на одном объекте. И это не очень хорошо. Если я нарисую линии уровня, то на них траектория моего стокастического градиентного спуска будет вот какой-то такой. Ну, мы на семинарах еще порисуем с вами эти траектории, они, может быть, будут чуть лучше, чем то, что я нарисовал. Но примерно идея такая. Но есть теорема, я, к сожалению, ну, вы знаете, я теоремы не люблю. Я забыл, чьего она имени. Да, забыл. Вот. Но она говорит, что на самом деле, если вы будете аккуратно подбирать длину шага в стокастическом градиентном спуске, то вам гарантируется сходимость к минимуму. Условия там очень простые. Вы должны длину шага подобрать так, чтобы ряд длин шагов расходился, а ряд квадратов длин шагов сходился. Так нормально писать, что он сходится, или лучше написать меньше бесконечности, как вы привыкли? Вот, Иван, у вас правильный вопрос, я сейчас про это скажу. То есть, в целом, он будет получше, значит, то есть, как бы, сходимость будет быстрее, если я буду оценивать градиент по подвыборке, а не по одному объекту. Но с теоретической точки зрения скорость сходимости все равно будет плохой. Хуже, чем у полного градиентного спуска. Но да, конечно, правильнее брать по подвыборке. Я про это чуть позже скажу. Вот. То есть, вот есть такие требования выполненные, но, по сути, это означает, что, значит, с одной стороны, у меня длины шагов достаточно большие, но не очень большие. Можно так проинтерпретировать, что ряд расходится, а сумма квадратов расходится. Наоборот. Ряд расходится, а сумма квадратов сходится. Если требования выполнены, то сходимость будет. Как мы, а вот, ну, типа, смотрите, мы же, типа, оцениваем на одном объекте, но мы тут будем делать очень много итераций, ну, и, типа, как-то более-менее там в правильном направлении будем идти. Вот. И вот здесь действительно очень важно выбирать длину шага грамотно. Есть там целые формулы для того, как длину шага подбирать. Ну, грубо говоря, обо этим требованиям удовлетворяет, скажем, вот такая длина шага, но на практике оно может разойтись, если, или наоборот, сходиться слишком медленно, или не сойтись, если вы берете такой. Поэтому обычно используют какую-нибудь более хитрую формулу для длины шага, например, вот такую. где лямбда, S0 и P это параметры. Ну, и вот тут нужно подбирать аккуратно эти три параметра, и если их подобрать аккуратно, то сходимость прям будет очень хорошей в стахастическом градиентном спуске. Опять же, на семинарах мы с вами поэкспериментируем, мы реально увидим, что при грамотном их выборе там траектория будет довольно красивая получаться. Вот. Ну, вот говорят, что рано или поздно мы численно не сможем хранить это. Нет, но как бы если вам нужно настолько много итераций, что это становится уже там численно равной нулю, вы что-то очень плохо выбрали стратегию для длин шагов, нужно что-нибудь покрутить вот в этой второй формуле. Да, да, лямбда, которая здесь и лямбда в регуляризации это абсолютно разные. Лямбды, извините, что тут пересечения в обозначениях. Так вот, значит, можно показать, что если у вас выполнены определенные, давайте, такая заметка на полях, если у вас выполнены определенные там условия, то есть там функционал выпуклый, гладкий, имеет минимум, то в обычном градиентном спуске, в полном, выполнена вот такая штука. Значит, значение функционала в точке скатого шага минус значение функционала в точке оптимума убывает, как O от единицы на номер шага. Это линейная скорость сходимости. В стокистическом градиентном спуске у вас эта штука равна O от 1 делить на корень ск. То есть сходимость на порядок меньше. Но сходимость медленнее, нужно больше шагов, зато один шаг в стокистическом градиентном спуске ужасно эффективный. Вы считаете, градиент на одном объекте. То есть, скорее всего, из ГД у вас сойдется куда быстрее. Ну и на практике это тоже так. СГД сходится быстрее. Меньше времени ему нужно, чтобы найти вам оптимум. Ну и при этом, вот правильно вы тут в чате меня критиковали, конечно, оценивать по одной точке не очень классно. Правильно делать то, что называется мини-батч. это когда вы оцениваете градиент вашего полного функционала средним градиентом по каким-то n-объектам. давайте как-то хитро запишу и катая-житая. То есть, это типа на катом шаге житый объект из батча. Вот. Значит, я вот, Иван спрашивал, насколько на практике это эмпирически дает более быструю сходимость. Я вот честно не могу сказать, я даже таких исследований не видел. Вот. Давайте поисследуем. Давайте поисследуем. Можем вот как раз на семинаре тоже какой-нибудь код для этого подготовлю. Посмотрим. Значит, вот правильно спрашивают, как выбирать эти объекты. В теории, да, мы просто выбираем случайное подмножество в мини-батче или случайный объект в сахаристическом градиентном спуске. На практике есть одно очень классное свойство, у вот этого подхода. Смотрите. Представьте, что у вас есть какая-то гигантская выборка, которая лежит на жестком диске. Допустим, она занимает терабайт. И вы не можете ее положить в память. Тогда, если вы используете сахаристический градиентный спуск, вы можете поступить очень хорошо. Вы можете просто идти по файлу, по строчкам, считываете строчку, она попадает в память, считаете по ней градиент, делаете один шаг градиентного спуска. Выкидываете из памяти, считаете следующую строчку, делаете шаг сахаристического градиентного спуска, выкидываете. И вот так вы можете, по сути, обучаться на огромных выборках, не храня их в памяти. Получается такое потоковое обучение. Вам по одному объекту приходят, вы на них делаете шаг. Это вот очень прикольное свойство, которое позволяет как раз таки обучать линейные модели на очень больших массивах данных. Если вы используете стокастический градиентный спуск или мини-батч. Да, отмечу. Ну, как я говорил и повторюсь, для мини-батча оценка будет выполнена все равно вот эта. Один делит на корень скан. Вот. При этом есть методы, которые позволяют вам делать шаги со скоростью как в стокастическом градиентном спуске, но при этом иметь гарантии сходимости как в обычном градиентном спуске. Давайте я, вот у нас пара минут осталось, я про это расскажу. Значит, эти методы не очень на практике используются часто, сейчас поймем почему, но типа в теории это возможно. Есть такой метод, был предложен в 13-м, кажется, году, Stochastic Average Gradient SAC. Идея в нем следующая. Значит, давайте я, когда найду начальное приближение, посчитаю градиенты по всем слагаемым из моего функционала. Я обозначу через ZIT с индексом 0 градиенты отдельных слагаемых и вот посчитаю их. Вот. В точке начального приближения посчитал градиенты всех слагаемых. Дальше. Накатые итерации. Что я делаю? Накатые итерации. Я некоторым хитрым образом обновляю эти ZIT и икатые. А именно, я обновляю ZIT икатые только для одного объекта. Для икатого. А для всех остальных объектов я просто переношу ZIT икатые с предыдущего шага. То есть, понимаете, да? Я градиенты храню все, но обновляю их очень редко. Я на каждом шаге обновляю градиент только по одному объекту. Ну, а дальше, чтобы сделать шаг, я считаю оценку градиента в WK-1 наборе весов и считаю ее как 1 делить на L сумма по всем объектам ZIT икатые. Вот. Вот такой метод. И вот в нем, смотрите, на одном шаге мне, по сути дела, нужно обновить только одно слагаемое, один градиент посчитать, но при этом для него показывается, что здесь скорость сходимости O от 1 на K, то есть как у полного градиента. Но при этом, смотрите, здесь, в принципе, можно же не хранить все эти ZIT икаты. Я могу хранить только сумму и на катой итерации вычитать из этой суммы градиент икатого объекта с предыдущего шага и добавлять градиент обновленный. Иван, ну да, вот, собственно, вот то, что вы пишете, действительно, мы делаем много шагов, мы сохраняем первые градиенты, но вот оказывается, что это нормально, то есть оказывается, что использовать какие-то очень старые градиенты по отдельным объектам это лучше, чем вообще не учитывать эти объекты вот с точки зрения сходимости. куито это ошибка для конкретного объекта, да. Но по факту, если я не ошибаюсь, тут в этом о большом оказывается не очень хорошая константа, ровно по той причине, которую Иван написал в чат. И поэтому метод скорее так теоретически интересен, а на практике пользуется мини-батчем и он всех устраивает. Вот. Ну, собственно, я рассказал вам про оценки градиента. Дальше мы еще не обсудили, собственно, как модифицировать градиентные шаги. Это там про Momentum, RMS-проб, Adagrad и так далее. Это я расскажу в следующий раз. Давайте на ваши вопросы отвечу. Значит, ну, про Momentum мы подобное будем говорить, да. Какой метод используют крутые бустинги? Ну, бустинги не используют градиентный спуск, они обучают деревья, а деревья учатся без градиентов, они не дифференцируемы, поэтому вопрос невалимен. Значит, верно ли, что O большое от 1 на корень из k для SGD верно только, если я эту взял правильно? Вот тут я боюсь наврать. По-моему, там вообще утверждение типа при оптимальном выборе шага скорость сходимости такая. То есть, вам даже, возможно, лучше, чем 1 на k нужно взять. Что на практике используют? Ну, для линейных моделей стахастический градиентный спуск. Собственно, вот мы вам в одной из практик дадим попользоваться в AppleWeb. В AppleWeb это такой очень классный быстрый инструмент, написанный на плюсах или даже на плюсах для обучения линейных моделей. Там он реально супербыстрый, его в продакшене используют часто. В нем тупо стахастический градиентный спуск для обучения линейных моделей. Если речь про нейросети, где все-таки градиент лучше поточнее оценивать, там мини-батч используют с размером батча кем-нибудь типа 100. Точнее, используют мини-батч, плюс для нейросетей еще там используют одну из модификаций шага, который раскроют в следующий раз. Ну, моментум обычно. И нормально. Смысл шага SGD. Ну, смотрите. Вот у меня шаг стахастического градиентного спуска. Тут написан. Вот он. В нем я сделал некоторое упрощение. Вместо того, чтобы считать градиент всего функционала, то есть ошибки на всей обучающей выборке, я посчитал градиент ошибки на одном слагаемом. То есть, в моем случае QIKT, ну, для MSE, например, это будет просто ошибка на item-объекте. Вот. И типа я посчитал градиент ошибки только на одном объекте и сдвигаю веса так, чтобы ошибка стала меньше только на этом объекте. То есть, вот такое очень приблизительное сделал. Что понимаем под линейной моделью? Значит, в линейной модели мне важно, чтобы это была линейная комбинация каких-то признаков. Что это за признаки? Там, степени, произведения, косинусы, неважно. Это функция линейная по весам. По признакам она может быть что угодно. Про отличие гиперпараметров от параметров. Ну, идея следующая. Гиперпараметры я ввожу в мою модель, чтобы как-то контролировать переобучение и улучшать качество на тестовой выборке, а параметры это что-то, что я подгоняю под обучающую выборку. То есть, например, линейные модели веса это параметры, я их настраиваю так, чтобы на обучающей выборке ошибка была поменьше. А коэффициент регуляризации это гиперпараметр. Я его ввожу, из-за него ошибка на обучении растет, зато модель меньше переобучается и на тесте надеемся, что она будет получше. Продолжение следует...